МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тайная всегда становится явным. Это секретные материалы, и мы начинаем. Сегодня в программе. Воюем или торгуем? Почему и как российский бизнес продолжает зарабатывать на украинцах? Загадочное крушение. Что на самом деле произошло на взорванном под Мариуполем пограничном катере? Видно, что это взрывное устройство не находилось в воде, потому что что? Весь корпус катера ниже батерлинии, он не поврежден. Смертельная халатность. Почему заброшенные воинские части с химикатами превратились в игровые площадки для детей? Она встала, меня толкнула, начала выбегать, это себя тушила, вот так по голове было, потом мы ее тушили. Театр экзорцизма. Сколько зарабатывают священники на изгнании бесов? Да судьте, что я не могу! Да вас радуйся! Да умерите себя! Как твоя еда! Профессия – политический тролль. Кто и сколько заплатил Дурневу и компании за превращение выборов на 205-м округе в настоящий цирк? Я томат. Преврати наш округ в бар. Тест на качество. На каких заправках лучше не заправлять свой автомобиль? Это бедяблер. Бойкот оккупантов продолжается. Российский бизнес в Украине терпит миллиарды убытков. На что только не идут российские бизнесмены, чтобы удержать украинский рынок. Они прячут свои товары под украинскими марками, меняют вывески и даже кричат о европейском будущем Украины. Аттракцион – невиданная щедрость. Сыничные делки предлагают пожертвовать гривну с продажи российских товаров на помощь детям, пострадавших от конфликта в Украине. Секретные материалы покажут, как маскируется российский бизнес на украинских прилавках. Всеукраинская компания. «Накупуй российское» продолжается уже больше года. Бойкот российских товаров. О целесообразности этого движения много говорят и спорят. Кто-то не верит в эффективность действий этого бойкота в масштабе российской экономики. Другие же попросту не желают отказываться от привычных товаров обихода и продуктов питания. Но для большинства украинцев эта акция стала ежедневной возможностью бороться против страны-агрессора, не финансировать бюджет страны, которая тратит налоги на войну против Украины. Эксперты уверены, бойкот приносит российскому бизнесу миллиарды убытков. Но российские предприниматели не готовы отступать. Они нагло прячут свои товары под иностранными и даже украинскими марками. Более того, при этом российские бизнесмены пытаются быть верны вымышленному в Кремле образу страны-спасителя. Вот это средство гигиены производится в России. На упаковке интересная наклейка. Циничный производитель предлагает пожертвовать гривну с продажи этого товара на детей, пострадавших от конфликта в Украине. Теперь российский предприниматель всячески старается скрыть информацию о стране-производителе. Для этого известным российским брендам меняют название. Ради заработка российские бизнесмены даже готовы изменить свои убеждения. Например, эта российская заправка после переименования верит в европейское будущее Украины. Но волна бойкота сбрасывает с ведущих позиций даже самые популярные компании. Если сравнить продажи топлива в автозаправочных сетях Украины, основных первой десятки, то выяснится, что, конечно, крупнейшие потери понесли именно российские бренды, главным образом «Роснефть» и «Лукоил». Продажи упали более чем в два раза, тогда как весь рынок снизился где-то на 30%. Сеть заправок «Лукоил» еще в 2013-м занимала почти 20% украинского рынка. А уже к концу 2014-го «Лукоил» признал убыток 85 миллионов долларов. И падение продаж на территории Украины на 42%. Такие показатели эксперты объясняют не только кризисом рынка. Безусловно, именно такая атмосфера, которая создана в Украине, была вокруг российских компаний, она послужила главным толчком к выходу компании с украинского рынка. СБУ даже обвиняла «Лукоил» в финансировании терроризма на Донбассе. Это еще больше снизило их продажи. Заправляться на «Лукоил» стало непатриотично. Тогда «Лукоил», казалось бы, признал поражение и в спешке заявил, что покидает территорию Украины. Всего лишь за два месяца напрочь исчезли красно-белые «Лукоиловские» заправки. Видимо, они так торопились, что забыли уволить своих же сотрудников и оставили в Украине целые подразделения своей же компании. Это «Лукоил Интеркард Украина» и «Лукоил Технологи Сервисес Украина». И ничего странного в том, что в этом здании уже работают новые австрийские руководители, нет. Так какой же иностранной компании вдруг захотелось инвестировать сотни миллионов в страну, которая находится в состоянии войны? Ну и самое главное, что инвестировать в страну, где идет война, тем более какой-то австрийский фонд где-то вдруг взял 300 миллионов и на всей большой планете Земля, на этом глобусе, нашел одну точку, при том не самую благополучную на сегодняшний день, с войной, чтобы инвестировать эти огромные деньги. И на этом фоне инвестиции в 300 миллионов долларов, как заявил «Лукоил», продав свою сеть, она выглядит, конечно же, невероятно. Более того, утверждают эксперты, цена сделки в 300 миллионов слишком велика. 300 миллионов долларов эта сеть стоила в лучшие времена. Сегодня цена явно завышенная. Не говоря уже о затратах на полное ребрендирование фирмы и мощные пиар-компании для восстановления продаж. Эта инвестиция, она явно не имеет под собой какого-то бизнес-содержания. Лукоиловские вывески на всех 230 АЗС вдруг сменились на неизвестную украинскому потребителю название «Амик». Как оказалось, это австрийская компания, нова не только для украинского покупателя. Австрийская компания, которая купила, собственно, у «Лукоила», если верить, собственно, этой легенде, вот эти активы, она была зарегистрирована совсем незадолго до самой покупки, там чуть более чем за полгода, по-моему. А ее учредитель этой компании был зарегистрирован еще на неделю раньше. Вы будете удивлены, но у этой австрийской фирмы, которая вдруг решила зайти на нестабильный рынок и спасти плачевное положение «Лукоила» нет никакого опыта в топливном бизнесе. Уставной капитал предприятия, который купил «Лукоил Украина» за 300 миллионов долларов составляет всего лишь 35 тысяч евро. Директором фирмы является некий Гюнтер Майер. Он руководит компанией со штатом численностью в одного человека. Сам Гюнтер опыт в энергетической сфере имеет. Он работал в австрийской компании ОМВ, то и самое, что подразделение когда-то купила российская компания «Лукоил». Генеральным директором «Амик Украина» является некий Роберт Новак. Последние годы он работал на «Лукоил» в европейских странах. С «Лукоил» связаны не понаслышке не только вышестоящие лица. Почти каждый из представителей новосозданной компании «Амик» связан с российским бизнесом. В ежедневном выпуске только в секретных материалах. Смотрите подробнее, по каким еще причинам стоит серьезно сомневаться в том, что «Лукоил» Украина покинул рынок, а также обеспределив пришедший на смену «Лукоил» компании «Амик Украина». Трифронтовые города на востоке Украины уже больше года живут в постоянном напряжении. Трагические новости с востока стали обыденным явлением. То кто-то подорвался на мине, то боевики обстреляли жилые кварталы. В начале июня в Азовском море недалеко от Мариупольского порта произошел взрыв пограничного катера. В результате взрыва погибло двое человек. Все восприняли это как очередную диверсию. К тому же сразу после аварии штаб АТО заявил, что это была морская мина. Однако нам удалось узнать и о других версиях. Оказалось, что на том катере военное руководство и местные бизнесмены что-то очень и очень бурно праздновали. И сепаратистская мина тут совсем ни при чем. Почему военное руководство так тщательно скрывает подробности этой трагедии? Секретные материалы отправились в Мариуполь, чтобы разобраться. В июне этого года в четырех километрах от берега Мариуполя произошел взрыв на патрульном катере пограничников. На борту было семь человек. Двое погибло. Остальные получили серьезные ранения. Штаб АТО поспешно заявил, что крушение катера произошло из-за морской мины боевиков. Но спустя почти два месяца эта катастрофа обрастает новыми шокирующими подробностями. А детали взрыва почему-то тщательно скрывают от прессы. Версий не будет. Почему? Я вам сразу говорю. Ну, потому что версий не будет. Версий на таких не может быть. Даже не установлен предмет, который взорвался. Секретные материалы решили разобраться в этом загадочном крушении. Местные пограничники и военные не на камеру говорят, что никакой мины не было. Взрыв произошел на борту во время морской гулянки высокого начальства. В субботу-воскресенье классная погода. Почему бы не прокатиться? Он в пьяном виде заказывает женщин. И так далее. Доберясь, что военные пьяные награли. Халатность гулящих чиновников после громкого скандала с пьяными танкистами в Константиновке в этот раз решили списать на российских диверсантов. Поставила информация от командира загону. Вийшли два катера для наданного помощи. Практически все были пьяны из воды. Командир катера не был найден. Как потом стало через три дни, это было известно. Знайшли тело. И после проведенных экспертиз установлено, что тело, это как раз и был командир катера. Антон Маслий. Тем временем пограничники не спешат называть имени второго погибшего. И мы выяснили, почему. Оказывается, среди погибших был гражданский человек, который почему-то находился на военном судне. А вы рады ли, что он был какой-то гражданский человек? Так, да. А кто это был? Не может сказать информацию, потому что снова же это, скажем так, проводится следствие, уже по результатам следствия будут оголошены результаты. Однако не на камеру все же признаются. Это якобы был местный волонтер. Хотели с моря посмотреть те оборонительные сооружения, которые строятся, противодесантные сооружения, которые строятся вдоль берега. А гражданский человек, он, скажем так, оказывал помощь финансовую и тоже хотел посмотреть, на что он как бы дает деньги. Погибшим оказался довольно известный в Мариуполе человек. Татар Виталий Анатольевич известный как директор мариупольского ресторана «Вимарка». Он был одним из помощников местного депутата. Работал заместителем председателя Приморской райадминистрации и председателем комитета самоорганизации населения. Местные доктора рассказали нам, что такие морские прогулки выходного дня здесь бывают нередко. И с военной службой они совсем не связаны. Командующий состав, я знаю, кто выходит периодически, наверное, на погранкатерах, просто покататься, развеяться. Суббота, воскресенье, классная погода, почему бы не прокатиться. Версию о том, что начальство решило устроить себе отдых на катере, в выходной день подтверждает и военнослужащий. Ну, то, что на катере присутствовал командир сектора М. Василий Бондарчук в воскресенье, приводит к мысли только о том, что он подставил просто командира морского погранного отряда, Романа, и просто сказал, что давай вот прокатимся. Все ли прокатились? Вероятно, погибший Виталий Татар был главным гостем начальника сектора М. Василия Бондарчука, который тоже был на этом же катере. Были интересные гости у них, потому что у Бондарчука неинтересных гостей они бывают. Люди, которые могут или влияют на принятие решений. Это однозначно. Простых людей у Бондарчука не было. По словам военного, Василий Бондарчук всегда любил погулять. В пьяном виде заказывались женщины, и так далее. Сотрудники морской охраны, естественно, утверждают, что разгула и пьянки на военном объекте быть не могло. Что же могло взорваться на катере во время этой морской прогулки? Говорят, что это был газовый баллон, с помощью которого на палубе жарили мясо. Был вариант о том, чтобы приготовить там какие-то шашлыки. Однако, сами военные такую версию, опять же, отрицают. Никакого газового баллона там не могло быть. Вот не было и не могло быть. Потому что сразу, когда катер был доставлен сюда, працювала следовательная группа, полностью было оглядано. Своя версия событий у медиков Мариупольской больницы, куда поступили все, кто был на том катере. Здесь подтверждают, что алкоголя в крови пострадавших не было. Но говорят о халатности военных. Вы думаете, что они подорвались на какой-то из этих фишек? Просто, что по неосторожности, да, возможно? Совершенно верно. То есть, каждый нормальный военнослужащий, тем более на морские погранвойска, морской катер, он должен был сообразить, что эту дочку трогать нельзя. Однако, версия, что это якобы была украинская мина, весьма сомнительна. Ведь авария произошла совсем недалеко от порта и всего в четырех километрах от берега. Скорее всего, ничего не поднимали, так как эта версия изначально неправильная, потому что там проходят пути кораблей, которые выходят и заходят в порт на разгрузку и загрузку. И эту версию сразу отмели те люди, которые знают, и те же портовые, рабочие. Мы решили выяснить, вследствие чего мог произойти взрыв и насколько повреждено судно. Морская погранслужба Мариуполя согласилась показать секретным материалом тот самый катер. Цього три человека, плюс оглядовая группа, которая выходит на реализацию, завдать мою похорону державного кордона. Максимум до 10-15 человек. Для того, чтобы оценить характер взрыва и узнать причины, мы обратились к эксперту. Видно, что это взрывное устройство не находилось в воде, потому что что? Весь корпус катера ниже в отверлении, он не поврежден. Видно, что это на баке был подрыв, взрывное устройство было сверху, либо монтировало внутрь, или так или иначе находилось где-то. О том, что взорвавшийся предмет находился на катере, рассказывали и очевидцы трагедии. Однозначно можно сказать, что что-то находилось на катере, что, в общем-то, и подтверждает один из офицеров окружения, того же Бондарчука, то взрыв, который в момент взрыва сам находился в трюме, что взрыв был сверху катера. Учитывая эти факты, официальная версия военных выглядит весьма сомнительно. Что не выдерживает версии критики столкновения с устройством плавающего в воде. Ну и это никакое невзрывное устройство самодельное, и точно не морская мина, потому что морские мины, это все, они предназначены практически все для поражения крупных судов. И от этого катера морская мина не оставила бы даже молекул. Что именно взорвалось на катере, остается загадкой. Но очевидно, что списать на сепаратистов здесь уже не получится. И искать виновных нужно среди своих. До момента выхода сюжета в эфир нам не удалось получить от СБУ ответа на наши информационные запросы. Секретные материалы будут продолжать свое расследование и обещают выяснить, что же на самом деле произошло и кто виновен в крушении пограничного судна и гибели двух людей. Обгоревшие руки, живот, плечи и шеи. На 30% тела 12-летней Алины химические и термические ожоги четвертой степени. Неизвестная жидкость, которую дети нашли на территории заброшенной военной части, просто взорвалась во время детских игр. Девочка уже пережила 4 операции, ее состояние врачи оценивают как критическое. В крайне тяжелом состоянии, с диагнозом ожог пламенем, вторая АБ третьей степени, 30% поверхности тела. Но спустя три недели после трагедии, канистры с неизвестным веществом все так же валяются на никем не охраняемой базе. И пока правоохранительные органы пытаются эту историю замять, секреты и материалы провели самостоятельное расследование. Нашим журналистам удалось узнать состав жидкости, который вас просто шокирует. И почему такие трагедии регулярно повторяются? Смотрите только в секретных материалах. Привет всем! Это Алина. Ей 12. У девочки глубокие ожоги тела. Поступила в крайне тяжелом состоянии, с диагнозом ожог пламенем, вторая АБ третьей степени, 30% поверхности тела, ожог дыхательных путей, отравление продуктами горения, крайне тяжелый ожог в мешок. Ожог пламенем плюс химический ожог, это, конечно, утяжеляет течение заболевания. Каждый день ей делают перевязки под наркозом. Но если ожог пламенем вследствие опасных детских игр, то как девочка могла получить глубокие химические ожоги? Небольшой поселок в Одесской области, заброшенная военная часть, всего в нескольких метрах от частного сектора. Ангаров тут несчетное количество, а территория военной части – несколько гектаров. И хоть военных тут нет уже давно, складывается впечатление, что езжали они в попыхах. Пустые ящики, контейнеры, бочки. А вот ангар, который дети называют химическим. Контейнеры с непонятными жидкостями. Все в открытом доступе. Ведь часть пустует уже много лет. Это излюбленное место игр местных ребятишек. И тут стоял сундук. Алина села тут, и я вот так сидела с ней. Вот этот костерчик. Никита сидел там, но там был сундук. Чтобы костер горел лучше, дети решили налить жидкость, которую нашли в одном из ангаров. Вот тут в углу была покрашка. Это он взял и налил сюда, и она пыхнула все на Алину. Дальнейшие события развивались очень быстро. Она встала, меня толкнула, начала выбегать. Это себя тушила, вот так по голове было. Потом мы ее тушили. И когда я уже ее потушила, я побегла тетю звать. По счастливой случайности дома были взрослые. Я лечу сюда. Она кричит, я не могу понять, что случилось. Ребенок Алина, Алина, Алина горит. И все, у меня уже в голове все перепуталось. Я быстренько в эту дырку, еле-еле залезла туда. Алина стояла, вот здесь вот так вот в шортике, немножко дырка была. Я сняла эти шорты. Получилось, что мы приехали быстрее, чем скоро. Мы провели на территории военной части более двух часов, но за это время не встретили ни одного охранника. А ты видела охранников сама? Нет. Ни разу? Ни разу. Наливали в костер, чтобы хорошо это горело. И оно горело? Очень сильно. Показать, как? Да. Нельзя было потушить. Бок весть, что еще осталось после военных. И все это до сих пор лежит на якобы закрытом и охраняемом объекте. После инцидента прошло три недели, но на складе по-прежнему контейнеры с непонятной жидкостью. В день, когда секретные материалы приехали, чтобы воочию увидеть место трагедии, этим же вопросом озадачилась и милиция. Правда, выяснить у правоохранителей, как именно идет расследование, не удалось. Давайте я что, есть пресс-служба, будем общаться с пресс-службой. Нет, я понимаю, а вы... Вы не хотите со мной пообщаться? Ну так мы же по одному и тому же дело. Мы просто... Я понимаю, но у нас есть пресс-служба, давайте, пускай они будут комментировать нашу ситуацию. Вы просто расскажите быстрее. Я извиняюсь, я сказал вам. Утверждают, сами недавно узнали об инциденте. Я не волнуюсь, всю информацию я еще не знаю, я только выехал на место. С так называемой военизированной охраной тоже пообщаться не удалось. Хотя мы их все-таки нашли. Здравствуйте. Здравствуйте. Девочки, все. И пока милиция усердно работает, мы несем найденное в ангаре вещество на химическую экспертизу. То, что нам попало на исследование, это была действительно токсичная жидкость, агрессивная. И первые исследования показали, что это смесь минеральных кислот, серная и соляная. Это опасные глубокие ожоги, проникающие, потому что она введается в ткани. Если вы сразу, сразу не приняли никаких мер, то это остается рубец. В попытках найти тех, кто должен охранять этот объект, мы провели несколько дней. Сейчас выжжу на обед, извините, пожалуйста. Мы вас будем ждать. Хорошо, письмо. Сейчас она находится на балансе квартирно-эксплуатационного отдела при Минобороны. Но там про Алину, оказывается, никто даже не слышал. Нет, от вас первый раз услышал. Более того, нас уверяют, база закрыта и хорошо охраняется. История закрытая, ограждена забором. Как туда мог попасть ребенок, сложно сказать. Охраняется, по моим данным, войсковой части А0366. В том, что дети нашли смеси кислот, военный тоже сомневается. Я думаю, там были склады связи. Там могли остаться какие-нибудь радиодетали, но никак не химикаты. На этой территории так ничего не валяется. Ничего не валяется? Ну да. Но такого, чтобы из каких-то химикатов, точно нет. Мама Алины обеспокоена тем, что спустя почти три недели после инцидента расследование по делу только началось. Мне звонил участковый в тот день. Спрашивал только, что как было. Я рассказала со слов родителей, потому что меня на месте не было. И на этом все закончилось. Участковый попросил справку с больницы. На этом все. За эти три недели я не слышала, чтобы кто-то сюда приезжал и очищал эту территорию. Но в милиции уверяют, делом Алины занимаются. По данному факту информация внесена в единый реестр досудебных расследований. Квалификация по части 1 статьи 128. То есть неосторожное получение телесных повреждений по неосторожности. И в данный момент следствие занимается этими материалами. Сегодня я писала объяснительную, ну как разъяснительную, что делал мой там ребенок, да, и почему он там оказался. И в конце он спросил сотрудник, что вы хотите, ну, для чего вам все это. Я четко сказала, мне нужно для того, чтобы очистили территорию этой воинской части, найти ответственность за эту территорию, убрать ее и закрыть полностью, чтобы не было доступа к ней. Местные жители уверяют, база все так же открыта, а значит, их дети по-прежнему в опасности. Вы знаете, дети лазят туда? Лазят. А что-то вот произошло, случился этот несчастный случай с Алиной, и кто-то появился здесь? Никого не было, никого. Они вот видите, вот досточка вот эта, вот она, видно так сверху. Вот так ее закрыли, и все. Только в Одесской области пустующих воинских частей около 30. Сколько таких, закрытых и охраняемых на бумаге, но по факту свободных в доступе даже ребенку, военных объектов в Украине не сосчитать? Изгнание злых духов. Помощь страждущим или мошенничество? Может ли обычный сельский священник бороться с дьяволом? Секретные материалы посетили сеанс экзорцизма в обычной церкви возле Львова. Крики, вопли и матерные слова. Увиденное вас просто шокирует. Но, как оказалось, священники гонят беса только из проплаченных актеров. Сколько приносит коммерческий экзорцизм в церковную казну? Ответ в нашем следующем сюжете. В последнее время с моей собакой стали происходить очень странные вещи. И я решил пригласить экзорциста. Экзорцизм сегодня – модное течение. Жизнь не заладилась, проблемы с бизнесом, барахлит здоровье. Пора к священнику, который просто откроет вам глаза. Оказывается, причина ваших многочисленных неудач одна. В вас вселился злой дух. Святой Отец с легкостью убедит. Только он может изгнать злую силу, которая так мешает жить. Дьявола изгоняют из женщин и мужчин. Не надо! Не надо! Из психически больных людей. Конечно, страшно. Но мне-то не страшно. У меня крест, мне не страшно. А другим страшно даже было смотреть на это. И даже из собак. Да, мне кажется, в нем есть. Еще один. Проверим до конца. Да, 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 да. Да, 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 да. Секретные материалы решили собственными глазами увидеть, что происходит в таких церквях. Наш журналист возьмет участие в сеансе экзорцизма. Автокефальная православная церковь в пригороде Львова, село Солонка. Это место выбираем не случайно. На специальных форумах жалуются. Именно здесь работают мошенники в рясах. Цей отець не мав благословіння від свого епископа на таку працю. Сам часто переживає зриви. Пропоную молитися із-за цього отця. Після Солонки люди приходять до мене. І я вже не маю сили допомогти. В цей церкві поганяють злих духів? То есть его церкви? То есть его, да? Похоже, этим парням не привыкать к такого рода вопросам. Что, кто с вас требует выгнать? Да нет, не надо. И наши журналистки сразу же ставят диагноз. Нас уверяют, деньги никто не выманювает. Нет, тут же людина від власної совісти, від всього. Людина собі от має совість. Оскільки в шкатулку кер. Або кидати, або не кидати. Хотя намекають, і священникам надо на що-то жить. Церква будується, вона на що? На пожертву, правда? Спонсори є, пожертву. На лікарів скільки людей настрати? Наші страшні, правда? А як ти платиш людям, там, наприклад, лікарів, великі гроші, а вони тобі лікують не до що треба. Приїжджаєш сюди, а то виявляється поршу. Кстати, запомните этого человека. Буквально через день окажется, що именно он одержим демоном. А вот і сам сеанс экзорцизма. Людей немного. Є те, хто, як і ми, тут вперві. Сначала молитва, а потім вистраивання в очередь на процедуру згнання беса. То може бути там, ну, не пересадиться туди, інші люди? Взаги такого депута не. На перший взгляд, не происходит нічого необычного. Но вдруг... Ну, если приглядеться, можно увидеть много интересного. Це всього лиш наше наблюдення. Выводи делайте сами. Як оказалось, демон живет не в каждом. В церкві гонять беса из одних і тех же людей. Наша журналистка наблюдала за ними два дня. І сценарий дважды повторялся. Смотрите сами. Сначала жінка в клетчатой рубашці подходит священнику. І починається представлення. Она, к слову, почему-то постоянно переодевається. Когда в небес – вот эта рубашка. Потом якобы после очищення – зеленая футболка. Эта рыжая женщина, к слову, самая яркая личность на этих сеансах. В ней живет очень громкий і говорящий демон. А этого типа во время обряда будут держать 9 взрослых мужиков. Припоминайте, это именно тот парень, с которым мы накануне уже встречались. На следующий день нам удалось пообщаться со свежеисцеленным. Говорит, знає, що с ним происходит. Обратите внимание на священника. Одержимый бесом бросается только после того, как его надежно фиксируют наблюдатели. Еще один нюанс. Тут каждый знает свое место. Бесноватые сидят или стоят спереди и сзади. Кажется, будто демоны между собой абсолютно не конфликтуют, а наоборот даже дружат. Вот эти две женщины, из которых только что постановочно знали нечистого, вместе выходят из церкви, любезно болтают и вместе садятся в маршрутку. И только когда видят слежку, вспоминают о своих ролях. Вместо молитвы физическая сила. Святой Отец буквально выбивает дьявола и при этом все время загадочно улыбается. Отсутность четких правил в этой сфере провокует то, что священники начинают сами выгадывать, как это правильно делать, или какие методы будут действовать. Ежедневно побеждающий дьявола Отец Василий разговаривать с журналистами не захотел. Пришлось следить за священником. Секретные материалы застали его возле церкви. Нас очень интересует его секрет ежедневной победы над Лукавым. Эксперты утверждают, экзорцизм может практиковать не каждый. В православной церкви не существует никакого документа, который бы легитимизировал вот такие действия священника. Это така своего рода самодояльность. И я не знаю, насколько она санкционирована епископами, которые осуществляют православную церковь. Уже не на камеру другой священник сознается. Их клиенты в основном психически больные люди. Интересно, почему на сеансы в эту церковь приходят одни и те же люди. И неужели злого духа нужно выгонять в несколько заходов? Они просто намагаются меньше времени на них потратить и покладаются на то, что ты в это веришь, я проведу тебе такие ритуалы. Можливо, это тебе поможет поверить, что в тебе все минуло. Спрос, предложение, цена. Святой бизнес. Но Божий человек уверяет, он не мошенник. Пишут рекламу, у нас этого нет. Нехай сами люди скажут, люди на то есть, и люди бы не знали, люди бы не шли. Я не рекламовал себе так, все эти бабки рекламуют по газетам, бачили, вы слышали мою рекламу. Может ли священник действительно помочь человеку, или облеченные в ряду судильцы умело играют на самовнушении? Судить не нам, но спекуляции на этой сфере были, есть и продолжаются. Другие стены. Айся, айся, как твое имя, как твое имя, сидящий там. Уходи, уходи от дома, я сказал. О, Господи, спасибо, Господи. Собак, поздравляю вас. Собак, поздравляю вас. Секретные материалы расскажут, кто превратил выборы в Чернигове в цирковую арену, и чью репутацию таки удалось подмочить. Политический троллинг. Есть такая профессия. Здравствуйте, Арсений Петрович. Когда вы планируете извиниться за свой выход? Это когда один из кандидатов к процессу выборов подключает специально обученных людей, единственная цель которых – всячески дискредитировать конкурента, превратив голосование в цирковое выступление. Все эти скандалы, которые происходили на 205 округе, они для чего? Для того, чтобы снизить явку. Репутация разочаровалась. Они это, судя по всему, успешно добились. Недавно такой цирк приехал с гастролями и в Чернигов на 205 округ. Тут на довыборах Верховный Совет состязались более 80 кандидатов в народные депутаты, большинство из которых попросту подставные. Слово технические, он все объясняет. Однофамильцы, пенсионеры и даже безработные. Он не имеет значения, какая его дальнейшая судьба, предыдущая судьба особенно не интересует. Его интересует определенная функция. Все, он получает за это деньги. Но больше всего внимания к себе обращали именно политические тролли. Это Алексей Дурнив, ведущий и активист политического троллинга. Выделяете ли вы их для себя? Или вы здороваете с ними и общаетесь так же, как и со всеми остальными? Его сложно не заметить в местах большого скопления политической из шоу-бизнесовой элиты. Он очень сильно связан был с партией регионов. Длительное время они использовали его против Арсения Цинюка, против Порошенко. Арсений Петрович, возьмите морковку. Арсений Петрович, как символ президентской власти. Вручаю вам. Чтобы я тебе ебаный засунул. От Владимира Петрова вам приветик. На тренировавшись в Остроумии на столичных просторах, профессиональный провокатор начал зарабатывать на гастрольных турах. В Одессе всегда весело. Мы уже там это делали. Одесса очень юморной город. Ощутить на себе всю мощь юмора бывшего телеведущего посчастливилось одесскому мажору Алексею Гончаренко, выдвиженцу блоком Петра Порошенко на парламентских выборах. Я думаю, этот штаб был организован ЦРУ на деньги дочери Тимошенко, которые она получила, вывезя в Румынию украденную машину. Результат был незамедлительным. Выборы Гончаренко провалил, а Дурни в нагребне успеха решил поупражняться снова на новой жертве. Депутате от фронта перемен Владимире Родины. Владимир! Не нужно бояться никого! Он снова отработал вложенную в него копейку и помог своему очередному клиенту Сергею Кивалову пробраться под купол. Дурни в длительное время сотрудничал с партией региона. Он всегда работал на них. Это был их постоянный подрядчик. 4 марта я проголосую за Владимира Владимировича Путина. В Чернигове Дурни и его команда устроили красочное представление. На сей раз он сам был кандидатом в нардепы. Но за себя агитировал мало, зато вдоволь побросался секс-игрушками по своим конкурентам. В ответ пришли спортсмены и посыпались удары тростью. В общем, представление получилось скандальное, что и было основной целью черниговских гастролев Дурнива. На 205 округе Дурнив выступал не сам, а со своей труппой. Я морковка, сладкая головка. Поучаствовать в выступлениях удалось и его соратникам. Краткосрочному советнику министра стыця Александру Барабошко. Я Барабошко, вкусная картошка. И журналисту Василию Крутчаку. Я томат, превратим наш округ в ад. Каждый из трио был зарегистрирован как кандидат в народные депутаты. Естественно, между собой у них никакой конкуренции не было. Сейчас мы начали встречаться с выборцами максимально разными. От спілкувания с бабусями на лавочках, на пляже. Я вчера проводил встречи с красивыми девчатами. Технические кандидаты, которые были зарегистрированы по всей вероятности штабом Березенко против Корбана, которые выполняли функцию таких клоунов. То есть они там производили некий контент очень смешной, наверное, для кого-то. Художественный руководитель и непосредственный продюсер этого представления Владимир Петров. Чтоб я тебе ебаный засунул. От Владимира Петрова вам приветик. Владимир Петров, он же люмпин, а там всего лишь, скажем, такой грязный. Его даже не за политехнолог, он выборами не занимается. Он занимается просто чернухой. Желая протолкнуть уже позабытых цирковых артистов и обеспечить себе безбедное будущее, он, наверное, еще не раз согласится на подобные мероприятия. В одном случае амбиция Петрова заключалась в том, чтобы обгадить остальных кандидатов, показать свой потенциал на выборах и сказать, вот видите, мы смогли сработать против всех. И таким образом такая вот реклама, интересная реклама для следующих выборов местных, чтобы получить, возможно, какие-то новые заказы. И политический раскрас заказчика их уже вряд ли остановит. То есть фактически запрос на ту или иную технологию формируют не политические консультанты, а сами кандидаты. Секретные материалы в ожидании новых выборов, так как наверняка увидим там старых знакомых. Две недели назад секретные материалы рассказывали, как некоторые топливные бизнесмены продают контрабандный и производят суррогатный бензин. Мы почитали, сколько миллионов зарабатывают бодяжники на продаже сомнительного топлива. Кроме того, мы взяли образцы 95-го бензина с девяти различных автозаправочных станций и отправили их на независимую экспертизу. Пока на данный момент, да, все в норме. Подождем результата воспитания. Сегодня вы узнаете результаты нашей проверки. Так на каких же АЗС точно не стоит заправлять свой автомобиль? Смотрим в следующем сюжете. Для исследования мы отобрали пробы 95-го бензина у восьми АЗС. Отбирали мы их по следующим критериям. Самую дорогую, самую дешевую, самую массовую, самую скандальную, самую красивую, самую неприметную, одну из самых рекламируемых и одну АЗС в портовой зоне Одесской области. Проверяли топливо мы на государственном предприятии «Масмосепро», с мнением которой считаются все игроки топливного рынка. Как показали исследования лаборатории, крупные сети АЗС действительно следят за качеством продаваемого топлива. Оказалось, что несмотря на значительную разницу в стоимости литра, качество топлива на этих АЗС примерно одинаковое и соответствует всем требованиям технического регламента стандарта Евро-5. Вопросы у экспертов «Масмос» возникли к трем из девяти проверяемых АЗС – «Экстра», «Мото» и «Петромол». Топливо на этих АЗС значительно дешевле, чем у их конкурентов. А вот качество не соответствует заявленным стандартам Евро-5. Их бензин еле дотягивает до Евро-2. Сеть АЗС «Экстра» торгует топливом с высоким содержанием спирта. Но, как сказали эксперты, это альтернативный вид 95-го бензина. И продавец об этом говорит. В данном случае продавец заявил, что это топливо альтернативно, предоставил технические условия, написал, что изготовлено топливо по техническим условиям. И исходя из этого формируется цена, это его экономическая составляющая. Что в этих технических условиях прописано, нам неизвестно. В паспорте, который был на АЗС, характеристики качественные соответствуют тому, что мы получили в лаборатории. Единственное преимущество такого спиртового топлива – низкая цена. Наличие биотанола, он удешевляет производство вообще топлива. Но регулярное использование такой горючки в современном авто вряд ли принесет ему пользу. При постоянном использовании принести определенные проблемы в двигатель. Потому что если вы откроете паспорт к своему автомобилю, инструкцию по эксплуатации, то на новых всех автомобилях сегодня производители декларируют, что вы можете в своем автомобиле использовать топливо с содержанием биоэтанола не выше 10%. Но продавая такое топливо АЗС, все же играет по правилам. Они говорят, чем торгуют. А водитель уже сам решает, нужен ли ему такой бензин или нет. Что нельзя сказать о двух других сетях АЗС, у которых мы выявили некачественный бензин. Испытали 9 проб, отбирали топливо на 7 киевских заправках. Традиционно не вызывают у нас радости показатели МОТО, где топливо оказалось не соответствовать требованиям технического регламента. Такой же отзыв у экспертов о топливе на АЗС Петромол. Вот как раз один из образцов, который вами был передан для испытаний, он соответствует приблизительно тем же показателям по характеристикам своим, которые реализовывались на АЗС МОТО. Назвать такое топливо можно одним словом. Это бодяга. Хотя заправщик нас уверил, что топливо из Европы. Это у нас в Сурмании. Появившаяся совсем недавно в Киеве сеть АЗС МОТО, по результатам нашей проверки торгующей бодягой, не первый раз попадает в поле зрения проверяющих органов. Мы проверяли в конце прошлого года данную заправку. Нужно сказать, что качество чуть-чуть улучшилось, потому что в прошлый раз там был выявлен метанол в большом количестве. Сейчас метанола нет, но зато высокие показатели серы, низкое октановое число и ароматика высокая. Но результаты таких проверок и конкретные факты торговли суррогатом при нашем законодательстве лишь констатация факта. Правоохранители даже с официальными заключениями лаборатории не могут или не хотят привлекать к ответственности хитрых дельцов. Мы провели широкую информационную кампанию с привлечением в том числе антимонопольного комитета, фискальные службы, Минэкономики, защита прав потребителей присутствовала. И проинформировали потребителей о ситуации на рынке. Мы, к сожалению, столкнулись с тем, что обращаться в правоохранительные органы неэффективно. Интересным оказался факт того, что компания «Мотоцентр» и «Ромпетрол Украина», торгующие бодяжным топливом, предположительно могут быть косвенно связаны с одним из крупнейших игроков топливного рынка, в заправке которого успешно прошли наши исследования. Ее ассоциируют почему-то с крупным трейдером, большим, известным украинским. Подтверждения этой информации у нас нету, поэтому говорить объективно, являются они частью этой сети, не являются, одни у них руководители, ни одни мы не можем. «Мотоцентр» неоднократно участвовал в тендерах вместе с компанией «Вок Ритейл», предлагая топливо по более высокой стоимости, чем «Вок». Вполне возможно, что «Мотоцентр» в тендерных битвах использовался как технический кандидат. Еще один факт возможного сотрудничества – победа «Вок» над «Мото» в борьбе за крупный госзаказ поставку топлива на Запорожье Обленерго. Дешевое топливо от «Вок» обошлось Запорожье Обленерго по 36 гривен за 1 литр 95-го бензина. «Мото» проиграла тендер, потому как выставила цену выше. При этом розничная цена «Вок» на заправках составляла 22 гривны. Почему же тогда на заправках «Мото» топливо на несколько гривен дешевле, чем на «Вок», если во время совместного участия в тендерах «Мото» предлагает более высокую цену? Как сообщает журнал «Нефтерынок», сеть АЗС «Мото» тесно связана с компанией «Континиум», владеющей сетью АЗС «Вок». Именно она занимается открытием АЗС «Мото», на заправках которой и было обнаружено суррогатное топливо. Возможно, это и объясняет такой ценовой абсурд на заправках и во время тендеров. Одесская компания «Ромпетрол» по анонимной информации фискальной службы может быть причастна к схемам уклонения уплаты НДС все той же компании «Воктрейдинг». Факт претензий у фискалов к «Воку» по неуплате налогов нам подтвердили официально. Интересно, есть ли связь между продажей суррогата на этих заправках и компании «Вок». Возможно, именно через такие заправки «Вок» сбывает нелегальное топливо. Ответ на этот вопрос найти сложно, так как выявить конечных поставщиков бодяжного топлива для таких АЗС, как «Мото» и «Петромо» практически невозможно. То, что мы инициировали отдельные проверки с правоохранительными органами, в лучшем случае мы доходили до нефтебазы. Так вот, мы столкнулись с тем, что АЗС предоставляет нам паспорт качества, который получен от нефтебазы, и говорит, что мы месяц продаем бензовоз. Пока на топливном рынке Украины царит законодательный абсурд и существует запрет на проверку бизнеса, а государство не спешит контролировать продавцов некачественной горючки, секретные материалы, по примеру, европейских стран продолжают информировать общество о недобросовестных продавцах бензина, оставляя за автомобилистами право решать, какой бензин им по душе. Это были секретные материалы. Делитесь своими историями с нами. Пишите нам на почту секретниукрнет. Встретимся через неделю. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова